Дорогие друзья, я продолжаю знакомить вас с отрывками из своей книги «Английские корни Гитлера и Чубайса». Я ее сейчас пишу, я ее продолжаю писать, но мне жалко, у меня просто горят соответствующие разделы текста, поэтому я знакомлю вас с частями этой книги, опережающей здесь на Бусте, для того, чтобы вы, может быть, познакомились с ней раньше всех, а, может быть, поняли, что это вам неинтересно и, соответственно, не рисковали своими деньгами и не покупали эту книгу в будущем. А я сейчас рассказываю о том, что сделала Англия действительно великой, почему она стала, и сейчас я расскажу об инфляционной революции средних веков как инструменте социального преобразования. Мы-то помним, что инфляционная волна, которая смыла нашу страну, была инструментом социального преобразования на памяти старшего поколения. Рост цен смыл советскую цивилизацию, разрушил ее, разрушил ее остатки, но нечто похожее происходило и в Англии. После эпохи Алой и Белой Розы, когда феодальная аристократия вырезала друг друга, развитие капитализма в Англии было лишено всякой сдерживающей силы. Аристократы отсутствовали физически, островное положение и лютая бедность тогдашней Англии надежно гарантировали от внешнего вторжения. Как сказал один из завоевателей, меня не интересуют помойки. В результате развитие капитализма мгновенно приобрело зверский характер, форсировав, среди прочего, процесс огораживания. Богатые землевладельцы, те самые джентли, о которых я говорил в прошлом разделе, сгоняли крестьян с земли, превращая ее в огороженные пастбище для овец. Продавать шерсть Нидерланды, а после запрета ее вывоза в рамках протекционизма, который начал реализовывать Кромвель в 1651 году, сдавать шерсть на суконные мануфактуры Англии, это было выгоднее, чем выращивать зерно. В результате, как тогда писали, овцы съели людей. Это цитата. Для увеличения масштабов пастбищ крестьян массово выгоняли из их домов. По ряду сообщений масштабы зверства огораживания существенно преувеличивались в политических целях, в том числе и современниками. Действительно, после разрухи, которая была вызвана чумой 1348-1349 года, после войны Аллой и Белой Розы Англия лежала в руинах, и еще в 1520-х годах земли было больше, чем людей. Общий дефицит земли появился в Англии только в 1550-е годы. Для сравнения, в нашей стране он появился на 100 лет позже, в середине 17 века, когда закончилась Великая Распашка. Переметация национальной энергии на формирование промышленности, прежде всего суконной, поддержанной и направленной протекционизмом, стала реакцией на возникновение дефицита земли, знаменовав собой начало перехода от экстенсивной и контенсивной модели развития, ну, конечно же, на технологиях того времени. Тем не менее, уже к 1500 году было огорожено, то есть выведено из долевого владения в частную собственность отдельных владельцев, около 45% английских земель. За весь 16 век огородили еще 2,5% от всех английских земель. Но болезненность огораживаний была качественно усилена тем, что, во-первых, с развитием капитализма им подвергались, в первую очередь, наиболее плодородные, близкие к рынкам сбыта и населенные земли. Так что на этих 2,5% земель могло собираться 10% урожая и жить 20% крестьян, а то и больше. Во-вторых, земель сгоняли незаконно занявших их за водоразрухи, которые возделывали их иногда поколениями. И вот этих скоттеров никто не считал. Ну, нечто подобное мы видели в Сочи, когда люди незаконно ставили домик на пляже или около пляжа в условном 89 году и страшно удивились, когда их в 16-м году начали просить снести этот домик незаконно построить. Однако, значительно более важным фактором массового обнищания в Англии, да и в других странах Европы, стал поток серебра после открытия Америки Колумбу, который обесценил серебро во всей Европе и привел к революции цен. Как пишут историки, в 16-м веке из-за наплыва серебра из Южной Америки цены на основные продукты выросли в среднем по Европе в 3-4 раза. Только с 1510 по 1580 годы в Англии цены на продовольствие выросли в 3-е. Слушайте, за 70 лет цены выросли в 3 раза. С нашей точки зрения, это стабильность, а тогда переживали. На ткани в 2,5 раза. Что обогатило торговую буржуазию и новое дворянство при разорении крестьян и, что важно, при разорении не занимавшихся спекуляциями или промышленностью землевладельцев, чьи доходы в номинарном выражении были относительно стабильны. Это объясняет то, что земельная собственность джентри росла в том числе за счет земли крупных лордов. И прежде всего именно к джентри перешли земли в результате массовой распродажи секуляризованных в 16-м веке монастырских имуществ. Видите, у нас в России секуляризация произошла в начале 20-го века и до сих пор никто это никому простить не может. А в Англии это произошло в 16-м веке. Все счастливы и довольны. Просто некоторые вещи надо делать пораньше. Тогда это получается гуманнее. Таким образом, капитализм в Англии развивался через не только огораживание, но и недооцениваемую, спрятанную в его тени инфляционную революцию, которая разоряла крестьянство не менее эффективно, чем прямое насилие. Кстати, могу отметить, что после нашей революции интернационалисты-ленинцы, крайне внимательно изучавшие английский опыт, попытались уничтожить объективно противостоявшие им капиталистические и феодальные классы аналогичной инфляционной революции, которая с точки зрения их леватской части была призвана привести к отмене денег полностью в силу их полного обесценения и наступления коммунистического общества через гиперинфляцию. Схожий инфляционный удар по своим политическим противникам нанес уже в наше время и сейчас наносит также связанный с Англией президент Турции Эрдоган. Но если уж так говорить, то и коллективизация проходила через налогообложение кулаков, когда их облагали налогом несколько раз подряд, до тех пор, пока не отнимали все. И когда следующий налог они уже не могли или не хотели платить, тут уже приходили, так сказать, силовые структуры. Когда вызванное массовым разорением в Англии массовое бродяжечество стало повседневной проблемой, за него ввели смертную казнь, обеспечив тем самым приток крайне дешевой рабочей силы на мануфактуры и в поместье новых дворян, а затем и в флот, несмотря на его каторжные условия. Правда, часть бродяг бумагно загнали в работные дома, создав тем самым крайне пригодившиеся после изобретения паровой машины, в разделении сложного труда на простейшие операции. Бродяг ни к чему обучить было нельзя, ни к чему сложному, поэтому обучали одну операцию, одна человека. Грубо говоря, один вдевал нитку в уголку, а другой эту нитку в уголку втыкал в ткань, а третий, так сказать, вытаскивал из ткани. Я, конечно, предельно утрирую, но общий принцип был такой. Несмотря на создание первого работного дома в Брайдуэлле, еще в 1556 году, широкое распространение в Англии они получили лишь после 1631 года, когда возникла потребность действительно в крайне дешевой рабочей силе и в разделении труда после изобретения паровой машины. Общее число казненных за бродягничество в 16 веке оценивается в более чем 160 тысяч человек. В полтора раза большего числа убитых в войне «Алый и белый рот». Смотрите, 160 тысяч человек было истреблено просто за то, что они были выгнаны из своих домов. Длительное беспощадное подавление бедных, истребление асоциальных, в том числе и ставших таковыми не по своей вине элементов общества, решительное поощрение и всемирная защита богатства стали методами социальной инженерии, которые сформировали английский национальный характер. Законопослушный, упорный, патриотичный, гордящийся своей властью как таковой без учета ее эффективности, уважающий права собственников, уважающий права соотечественников и отрицающий права всех остальных. Этот характер стал самостоятельным фактором конкурентоспособности. Он хорошо иллюстрирует применительно к нации, причем в английском газоне, который надо подстригать каждый день 300 лет подряд. Но применительно к людям, это значит, что нужно казнить людей каждый день 300 лет подряд, и тогда общество будет хорошим и красивым, как английский газон. В результате развития капитализма при отсутствии феодальной реакции, то есть феодального сопротивления, английское крестьянство было уничтожено как класс, подобно тому, как немногим менее полутысячелетия спустя оно было ликвидировано в ходе дефарминга Великой депрессии в США, ну и в ходе пресловутой советской коллективизации тоже. В результате деревня форсированно перешла на капиталистические рельсы, но главное, сложился и укрепился открытый характер формирования элиты, для которым успешные торговцы и богатые крестьяне законно, массово и свободно становились дворями. Естественно, по мере их укрепления возник объективный конфликт с их недавним политическим союзником и покровителем – абсолютизмом. Этот конфликт увенчался английской революцией 1640-1660 годов, главной движущей силой которой стало имеющее прочный экономический фундамент новое дворянство.